смотрю стоит возле магазина там это в нетрезвом виде с глубокого похмелья в общем но я с ним разговорился он говорит четыре дня пью не могу остановиться ну а потом спрашивает у меня ты верующий я говорю ну да верующий конечно вот говорит я крестился недавно но вот крестился говорит я говорю что после этого стал пить что ли он говорит ну да четыре дня горит пью жена горит не пускает меня живу на даче я говорю ну давай ты когда это отрезвишься мы с тобой поговорим о крещении подождите сколько ты серьезно это как понимать что он не пил и после крещения запил но он это бывало и до крещения конечно он выпивал ну а тут говорит я не могу остановиться четыре дня горит пью ну и что еще то я говорю ли он как тебя крестил он где крестил как обычно ну то есть без погружения крестил естественно крещение у него было как у них неверующий человек практически пошел покрестился никто очень сатана то лакова весы глумятся они до глумятся ну а мы как говорится способствуем этому принимая таких людей да скажи брат почему так важно креститься человеку важно креститься человеку потому что без этого он не получит доступ царствие небесное и не войдет в ноя в ковчег которым является наша православная церковь во времена ноя он строил ковчег на котором люди должны были спастись и он всех призывал к этому спасению а сегодняшний ноя в ковчег это наша православная церковь и вход церковь происходит через крещение отречение от сатаны и от того что человек желает сочетаться с христом отказывается от прошлой жизни то есть войти церковь без крещения никак не получится то есть если человек верит в то что после его жизни жизнь вечная продолжится и он хотел бы провести эту жизнь как говорится по добавящему образом ему необходимо креститься чтобы наследовать жизнь со крестом так как существует всего два выхода после смерти жизнь за крестом или жизнь воду в вечных муках до человек без уверования не может и покаяние кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет то есть можно и креститься но без веры но все равно спасение не обретешь то есть крещение должно быть по вере человека но этот вопрос что же означает само таинство крещение что она в себе несет таинство крещения но это отказ от прошлой жизни крещение это очищение как вы когда мы погружаемся в воду то вода соприкасаясь с нами очищает нашу плоть а дух святой очищает нашу душу и так и говорится что в крещении прощаются грехи те которые были совершены человеком за всю его прошлую жизнь господь его очищает освобождает от власти греха и очищает его то есть должен в церковь воде не просто человек покаявшийся уверовавший но еще и очищенный не только телесно но и внутренне духовно то есть душа должна быть чистка то есть так как омываются грехи должно быть и омыто тело человеческое а мы физическое тело нельзя иначе как погрузив его полностью в воду значит и само слово крещение его из греческого означает погружение тогда почему же многие священники не хотят принять ошибку с на столетней давности когда вместо погружение они обливают или окропляют людей я думаю это они живут сейчас спокойно при таких условиях я так думаю это их задевает что им надо пересмотреть всю свою жизнь и все свои отношения к окрещению то есть признать свою ошибку не так то просто оказывается и это вот именно момент он самую точку бьет нужно признаться и без духа святого господь дает покаяние осознание греха как давиду он дал понять когда он согрешил он до того как нафан не пришел к нему и не обличил его он не понимал до конца что он совершил грех такой тяжкий когда нафан обличил он принял это если принимает священника это то он осознает и я думаю что для него не вопрос пересмотреть это жизнь и начать крестить как надо а так я так думаю что они полюбили эту ложь и не хотят с этого места сдвинуться и дух святого им не дает этого разумения даже вот само апостольское правило гласит если кто епископ или священник совершает таинство не в три погружения да будет извержен все они прекрасно знают об этом правиле и почему они так смело переступают через него потому чтобы оправдывать грех бунт то есть это внутренний такой бунт идет и с другой стороны это бунт против тех кто их обличает в этом плане и желание оправдаться вот допустим я с отцом сергием когда беседовал разговаривал у него осталась единственная подпорка для своего оправдания что он крестил так вот не погружая то что были критические обстоятельства но на эти критические обстоятельства понимают по-своему это советская власть это то что там начальство так сказать в лице епископа и благочинных крестила таким образом то есть надо было как бы сохраниться в том чтобы не быть извергнутыми сана чтоб тебя за штат не вывели то есть для него это и есть критические обстоятельства по которым он был вынужден крестить таким образом но это на самом то деле это не является оправданием потому что это идет против заповеди как святых отцов которые заповедовали крестить нас полное погружение так и против того что говорил апостол павел они же на крещение всегда зачитывают шестую главу послание к римлянам где прямо говорится неужели не знаете что все мы крестившиеся во христа иисуса смертью крестились и так мы погреблись с ним крещением смерть дабы как христос воскрес из мертвых славой отца так и нам ходить в обновленной жизни то есть я разговаривал с благочинными с некоторыми они даже не понимают смысла того что вот здесь вот написано когда я могу говорю мы погребли с ним крещением смерть и говорю что это погреблись мы каким образом мы же не умерли мы живые но погребаемся через то что погружаемся в воду он говорит тут вообще об этом не написано а какой тут воде о каком погребение тут говорится что воду То есть я думаю, что Бог открыть ему сердце для покаяния только в том случае, если он честно и прямо откажется от перетолковывания святых отцов, честно признается, что он не прав, что он до этого лгал. Сам себе, людям, оправдывая вот эту практику. Вот по поводу оправдания, я договорился со многими священниками и практически все они оправдывают свои дела тем, что были случаи во всей мировой практике, когда крестили слюнями и даже песком и такие виды крещения тоже якобы действенны и признаются Церковью. Меня удивляет другое еще, что когда мы идем на исповедь, все знают, что на исповеди нельзя себя оправдывать. Вот совершил я грех, значит я грех этот совершил. Я своровал, я не должен себя оправдывать в том, что меня кто-то подтолкнул. Я, конечно, должен осознать, понять, что меня привело к греху, но оправдывать себя я в этом не должен. Когда говорится о таком, о крещении, допустим, погружении, то тут начинается сплошное оправдание. Как будто они не понимают, что на суде-то Божьем не будет никакого оправдания. И что эти все аргументы, они абсолютно неуважительны. И вот здесь проявляется, покуда они себя так ведут, оправдывая вот это вот, то и нет у них покаяния. Это как замкнутый круг получается, и разорвать его можно только через честное признание своей ошибки. Им страх перед епископом у них сильнее, перед людьми, как они людям-то скажут. Знаешь, возникает часто вопрос, как быть с миллионами людей, которые вот за последний, допустим, век, столетие были обмануты и вместо крещения и погружения были обриты водой или окреплены. Такой способ можно применять только в исключительных случаях, но почему-то исключительные случаи обливания взяли за основу. Ведь есть большой риск, так как Господь сказал, что без крещения от воды и духа человек не может унаследовать. Почему не видят в этом серьезности такой? Страшно и произносить эти слова, конечно. Дух Святой не дает им этого понимания, потому что они отверглись этого Духа Святого через то, что они приняли ложь за правду. Когда ты ложь принимаешь за правду и начинаешь ее оправдывать, то нет места для Духа Святого, который приводит человека к покаянию, осознанию греха. Вот, Сергей, я тебе зачитаю, что сто лет назад. Это я взял из книги, настольная книга «Священно-церковные служители» 1913 год. Молодые священники, поступая на приход, приучаются приемам и внешним формам богослужения от своих отцов, от своих родственников и от других опытных священников. Они видят, что и отцы их, и другие, по их мнению, опытные священники совершают крещение через заболевание. Быть может, даже слышат от своих руководителей убеждения, что эта форма крещения легче и безопаснее. При таких условиях, хотя они и помнят свои еще школьные наставления о погружательном крещении, но предпочитая живую, по их понятию, практику мертвые, и сами начинают употреблять ту же форму крещения через заболевание. Мало-помалу, приучаясь к ней, до того свыкаются с этой допущенной только по нужде формой, что начинают считать ее законной и, в свою очередь, становятся образцом и авторитетом для других молодых священников. И таким образом уклонение от законов, переходя от отцов к детям и так далее, само обратилось как бы в закон. Но не всегда можно руководиться примерами отцов. В таких обрядах и формах богослужения, на которые нет прямых канонических постановлений, еще извинительно такое руководство, но оно не простительно там, где примеры отцов идут прямо вопреки каноническим постановлениям. Тем более, что народ никогда не только не требует, но даже и не высказывает желание крестить детей по католической форме через обливание. И если бы священники сами не придерживали в народе этого обычая, давно бы исчезла и память об нем. Если же, что, впрочем, трудно допустить, нашлись бы в народе приверженцы обливательного крещения, то стоит только объяснить им тем, что это крещение католического, польского происхождения, и можно смело ручаться, что они не станут упорствовать в нем. Таким образом, там, где является распространенным совершать крещение через обливание, сами священники являются виновными в допущении в своей пастырской практике явного отступления от узаконенного чина. Том 2, страница 986-988, 1913, настольная книга священно-церковнослужителя. То есть, уже сто лет назад эта практика еще не укоренилась, но уже она становилась привычной. А сегодня она настолько уже укоренилась, что даже и люди, по сути дела, и не могут понять, какая разница-то. По поводу укоренения, я не знаю, потому что сейчас Московская патриархия, допустим, в лице патриарх, митрополита Алфея, вот они сейчас очень, можно сказать, рьяно выступают за троекратное погружение. Но они как бы это применяют к новым людям. А те миллионы людей, даже еще, которые сейчас живы, которые прошли ограбительные или обливательные практики, как с ними-то быть, почему им не уделяется достойного внимания? Они боятся слова перекрещивания. Вернее, они применяют, не понимают того, что, вернее, даже не хотят понимать. Понимать, может, они и понимают, что крещение, оно бывает правильным и неправильным, с формальной точки зрения, с юридической. То есть, человек, даже не уверовавший, крестившись правильным образом, правильный обряд, все было совершено как надо, он уже не должен второй раз креститься. Но если крещение совершено неправильно, то хоть он уверовал до крещения, хоть не уверовал, крещение не считается, что было совершено. А насчет тех, кто не знал и, допустим, умер, его покрестили так в церкви, он пришел, веровал всю жизнь, ходил в храм, молился, исповедовался, каялся в грехах. Это все на усмотрение Божие. Но как только я узнал, как правильно это делать, я должен тоже исправить эту ошибку. Это мое уже здесь личное дело, как христианина и как члена церкви православной, и не мое только личное дело. Я должен об этом всем и рассказать. То есть, я пока не знал, я жил спокойно. Когда я узнал, что здесь совершается ложь, происходит неправда, то я должен тут же исправиться, потому что я предстою перед святым Богом, перед Богом, который не приемлет никакой лжи. А эта ложь вкралась в само таинство, через вот это понимание такое вот, что можно покрестить и одной каплей. При наличии океана воды в Сибири, допустим, у нас это, да и в России, где бы воды не было, я бы удивился. Еще патриарх Алексий начал это, потом, сегодня продолжает нынешний патриарх, и все московские патриархи уже начала твердить о том, что крещение должно проводиться полным погружением, а в Остане и ныне там, вот в Воронеже, к примеру, у нас я не нашел, где можно покреститься погружением. Почему только, почему идет такая обеспеченность? Вот почему такая обеспеченность идет, это трудно понять. Ведь люди, такое впечатление, что собираются жить здесь на земле, и не собираются умирать, и не приставать на суд Божий. Как будто здесь вся жизнь заключена здесь, в этих рамках земной нашей жизни. Я сам не понимаю до конца, почему так происходит. Митрополит Иларион, наконец, что касается крещения в три погружения, оно не просто рекомендуется, оно введено в нашей церкви как норма. Это введено как норма в нашей церкви. И, конечно, на практике пока еще бывает отступление от этой нормы. Но мы во всех соборных документах говорим о том, что крещение должно быть именно в три погружения, и не просто окропление или обливание. Беседа с Догиным 1 апреля 2013 года. То есть еще бывают, не еще бывают, а они в 90, может, и больше процентах случаев сейчас где-то обливательное крещение, еще бывают, якобы там остались где-то по местам некоторые, а это же повсеместно. Это вот еще бывает отступление от этой нормы, оно как бы как рекомендация. Если бы, я думаю, он бы написал, что категорически нельзя крестить, а он это пишет, и он как бы обтекаемо все это говорит, вот так вот, нету такой вот четкости. В Москве, вот, к примеру, сейчас возьмем приблизительно, я точно не знаю, сколько храмов, но приблизительно 300 храмов. Вот на каждый приход, вот, если мы возьмем истинно верующих, получается 5 человек. То есть, если в Москве сегодня 15 миллионов человек, получается около полутора тысяч, получится христиан истинно верующих. Вот, для чего строить еще 200 храмов, если эти полторы тысячи можно разместить в двух-трех свободах? Да, я понял так, что храмы строятся в надежде на то, что люди будут приходить в храм, уверуют и станут православными христианами. То есть, это своеобразная такая проповедь православия на Руси. И поэтому, чем больше храмов, тем, значит, больше шансов прийти человеку к вере. Просто, и, как сказать, без изысков всяких, такое вот миссионерство своеобразное. То есть, оно родилось у нас в России вот таким каким-то странным образом. Оно пришло на ум патриарху Кириллу, и вот он решил, что храмы должны быть повсеместно, и чтобы человеку было легко до него дойти. Он как будто не читал и не слышал слова апостола Павла, который говорит, «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? И еще, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Вот у меня такое впечатление, что наше священн началье, в данном случае, забыло напрочь об этом, что если до прихода Христа храм был один, это в Иерусалиме, и там прославлялось имя Божие, и слава Божия сходила на этот храм, и освящала его, то сегодняшняя слава Божия, Дух Святой сходит на живой храм, и живой храм – это человек. И не храмы и здания сегодня важнее, а именно, чтобы был храмом человек, чтобы в нем жил Дух Святой. Об этом как будто все напрочь забыто. И миссионерство должно быть обращено именно к живому человеку. И живое слово должно доходить до его сердца, до ума, входить, и он должен принимать это. Ну, а это просто попытка такая вот жалкая, подобие такой настоящего, настоящей проповеди о воскресении Христа. То есть мы не будем выходить и ходить далеко, мы же не сектанты, как говорит патриарх Кирилл, выходить по домам, по улицам. Мы будем находиться, построим храм, и будем ждать, когда кто придет, и того мы будем обращать в веру. На самом деле, даже и в этом случае, человек, приходя в храм, он там же ничего не понимает. Это беда не только сегодняшнего дня, это беда на протяжении всей истории нашей Руси, России. Всегда вот этот вопрос стоял с просвещением на Руси. Мы же всегда были отсталы в этом отношении. Ну, а история говорит о том, допустим, оберпрокурор Священного Синода Победоносцев, я читал, что он говорил, что достаточно для народа, я точные слова не помню, детской веры. То есть, он говорил как раз про перевод Священного Писания на русский язык и о просвещении. Достаточно для того, что есть. То есть, не обязательно там это, им знать больше. И почему-то всегда на Руси боялись просвещения народа. Допустим, вот я знаю хотя бы некоторых священников, которые много-много лет прослужили в храмах, которые осознают, осознавали, что делают не то, что надо, но при этом они изо всей силы старались не потерять сам. А если ты свободен, то ты не боишься этого. Если ты действительно имеешь страх Божий и хочешь предстать перед Святым Богом не лжецом, то чего же тебе там бояться-то сохранить отца, даже ссылаясь на детей или еще на кого-то там, которых ты должен там содержать. Но будешь работать грузчиком, дворником, если ты не имеешь какой-то специальности, но ты, совесть твоя не будет тебя обличать, потому что ты не совершил греха. А так ты проживешь всю жизнь и потом тебя будут обличать и говорить, что вот как ты жил, крестил неправильно, а ты будешь сопротивляться этой совести, бунтовать и будешь всячески оправдывать свои поступки. И, наконец, пристанешь перед Богом абсолютно лжецом и обманщиком. Я вчера разговаривал с человеком, подъехал, еду, разговариваю. Он всю жизнь в церковь ходит. Ну, не всю жизнь, но очень много времени. Я говорю, так и так, куда крещение произошло разговором? Он говорит, да это не важно. Я говорю, ну, как не важно? Мы должны пройти целиком крещение, целиком омыть грехи свои. Вот троекратное погружение. И смысл-то в том, что крещение, у нас же, видишь, все крещения видят приравненно как к кресту. Они не видят, что в этом слове явно сказано погружение. Погружение. И вот я с ним разговариваю, он начинает ссылаться. Вот батюшка говорит же там на дедахе. Я говорю, ты сам открывал дедахе, читал? И перечитая ему, что написано в дедахе. И я говорю, во-первых, а во-вторых, эта книга не каноническая. Вот с этого надо начинать. А то, что там придумывают песком, там еще чем-то крестили. Я говорю, ну это такая глупость. Ты прочитай сам, там Дионисия, этого крестили, и он чуть там не помер. Монахи тащили его в монастырь и тут же перекрестили обратно. Обратно же перекрестили уже водой. Вот в чем важность. Вот послушай, вот Христос, допустим, омыл наши грехи кровью своей. Он же, он бы мог взять и сказать, да давайте мне ноги только переломайте, да и на этом остановимся. Но он же принял смерть, вот и этой смертью омыл наши грехи. И почему же, почему же мы допускаем вот это вот частичное какое-то, почему мы отвергаем вот это погружение, почему человек не понимает, почему не доходит, что это есть омовение. Ну, прототип можно сказать, омовение, как Христос омывает нашу душу кровью, то есть целиком омывает. Все грехи снимаются с нашей души после крещения. Так и тело наше все должно целиком быть омыто водой. Почему даже вот в крещении, да, в крещении, когда Господне крещение, вроде зима, а люди идут и у них желание окунуться, омыться вот это кровь, потому что это все-таки, мне кажется, душевная тоска по крещению. Где-то вот это нарушено и все это. Люди как бы внутренне тоскуют, не понимая, что с ними происходит. Это же вот основная масса идет с серьезным подходом к этому. Хотя православие вот это омовение крови, оно никакого отношения, честно говоря, не имеет. Должны все признать это. Должны абсолютно и священство все признать. Я понимаю, что тяжело иногда принимать такие вещи к возврату, что да, неверно крестили. То есть, почему баптисты все называют нас мочеными? По сути, так оно и есть. Даже вот, смотри, ролик стоит в этом, вернее, фотография, патриарх Кирилл, дай Бог ему здравия, крестит, как неловко ребенка. Во-первых, держит, как его. Ребенок одеты, там все сзади такие обрадованные, плакать надо, что неправильно крещены. Там папа такой с глазами блестящими. Ты же потом все равно поймешь, что это неправильно, что это нарушение 49-го и 50-го апостольского правила. А священники, вы прямые преемники апостолов. Вы должны идти вот след в след, следочек в следочек. Вот почему вот ребенок учится в школе, да, любой предмет, возьми математику, вот он начинает учиться, и выкинь одну четверть, и начни учить его дальше, через четверть. Ну, уже следующая программа, он же ничего дальше не поймет, он даже развиваться не будет. Все, на этом его окончилось. А если ему постепенно, 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 что одно к одному, как пазл, складывается у человека понятие, интерес другой, есть, он понимает суть крещения. У тебя церковные таинства, что они для тебя значат? Символ веры, я считаю, для православного как конституция, а остальные таинства, но я нахожусь в православии, я воспринимаю это, ну, это как закон, как закон. Вот, все, все, возьмем от крещения до отпевания, там, вот, заканчивая земной путь, это все, как бы, все через Господа, все в присутствии Господа, во свидетельство Господа, тут тут одним, как бы, одним словом, это не, ну, как, не обусловишь это все. Ну, я вот, я попробую упростить, вот, ты веришь в то, что крещение это дверь, ведущая в Господнюю обитель, то есть, не погрузившись, ты не войдешь этой дверью? Да, 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 да. Ну, вот, это самое, это самое главное, и я вот думаю, священники, которые вот противятся этому, они просто такой веры не имеют. Знаешь, я даже, как бы, вот, сталкивался со многим, вот, когда вот про это узнал, что вот истинное крещение это вот таково оно. И вот просто, если я буду рассказывать, оно получится, как бы, фантазия, но я вас не даже завидел, что, что неправильно, вот, что неправильно я крещен, у меня переживания, у меня вот, вот до того такое постоянно, знаешь, дискомфорт какой-то, когда я вот вижу, когда разговариваю с ними, да, я людям говорю, что надо именно вот так креститься, через троекратное погружение. Первый раз я увидел картину, да, вот, крещение, не икона, а именно картину увидел, где Иоанн Бритичи, и Иисус Христос, я еще задался, а почему вот в Иордане, почему вот в реке, а вот почему мы всегда говорим, следовать путям Христовым, а вот тут уже не следуем. я крестился в 30 лет в 89-м году и крестился в 90-м, как раз, и это был конец февраля, начало марта, а в Сибири там еще не жарко, в принципе, холодно, и там церковь была переделана со старой столовой, и вот только вот она год, как она была, когда вот вроде как же начиналось, но у меня уже тогда вот это все закралось, вот закралась мысль, что неправильно, а я подошел к священнику и спросил, говорю, а вот я вот такое, как бы у меня предчувствие было, и он меня тогда просто убедил, да не важно это, важно вот что, принял помазание дара Духа Святого, вот это важно, а суть крещения не важна, но все равно этот вопрос у меня не выходил, я постоянно, постоянно искал его, как не поговорю с кем, и вот такое качение, главное, вот из духовенства, простые люди как-то не рассуждали, опять такое качение, правильно, неправильно, правильно, неправильно, и потом я наткнулся, что неправильно, что крещение... А как он так разделяет, я не понимаю, то есть погружение это не важно, а миропомазание это важно, как, где тут разделение в этом, я не понимаю. Я тоже задавался вопросом, он говорит, ну что вы лезете, куда вам не надо, вот что священник сделал, вот считайте, что все вы крещены, все. Я говорю, ну-ка если в корне неверно, у меня же душа-то переживает, я же не мертвый пока, я еще живой. И если бы я на Адреле лежал, там предсмертный, меня пришли бы, вот так вот покрестили, ну и слава тебе Господи, хоть так бы покрестили. А тут я хожу и переживаю, я чувствую, что что-то неправильно, вот что-то где-то упущено, а упущено-то ясно, вот что. Ты правильно говоришь, и это, и это есть как дверь в Царство Небесное. Только оно не может быть как отдельно, вот в совокупности все должно быть. И наши изменения, и наше отношение к окружающему размеру после крещения. И именно, что проснуться утром и сказать, я христианин, вот с этой мыслью помолился и пошел дальше весь день. Ты идешь, ты знаешь, ты крещен. Ну видишь, вот сейчас основная масса русских людей, да, они вот даже как бы гордятся тем, что они были крещены. И вот у них спрашиваешь, ты верующий человек, ну конечно, я был крещен. Понимаешь? То есть крещение даже человеком несведущим, мало знающим православие, крещение преподносит человек его как основным. Понимаешь, я крещеный, и он живет этим упорствием. Вот, то есть, опять же, человек осознает, что православие начинается с крещения. Вот. Но. Крещение. Но вопрос, но с какого крещения есть истинное крещение, правильное, которое заповедовали нам святые отцы и соборы. И есть столетнее нарушение, которое на протяжении вот уже более чем столет нарушается, а просто небольшое попустительство произошло, и оно развилось уже до таких пор, что уже это стало нормой, что то, что таким способом обливательно можно было крестить предсмертно больных людей, стали крестить и здоровы, младенцы. А потому, что всех уже больными сделали. Всем больными, да. Всех больными сделали. Павел же говорит, было у Каримфина. Видел, как они недостойно причащаются, затем болеют и умирают. А мы-то болеем не то, чтобы... Мы духовно болеем всем. Вот чем болезнь зарождается духовно. И человек начинает, мне кажется, искать легкого православия. Вот легонького, чтобы такое было удобненькое православие. А православие, по сути, оно... Но оно не может быть легким. Ты проснулся ночью, помолись, встал рано утром, помолись. Это же все вместе. Вот не может быть как-то в православии что-то разделено. Правильно ты сказал. А почему помазание Духа Святаго правильно, а вот крещение, обливание, это уже как бы не рассматривается. Не важно. Важно. Важно все вместе. Важно все вместе. А потому что, знаешь, мне кажется, пошло еще от лени. Потому что все-таки гораздо проще. Вот Кандию поставили, купируют. Водички чуть налили. Раз и все. А так надо баптистерии строить и крещение. Вот люди приходили, остальные бы это видели с эссенциальными глазами. Это открыто было бы все. Это праздник такой великий. Вот люди пришли сегодня креститься. Там бы и семьи может приходить. Но естественно, люди должны быть подготовлены. Не то, что пришел, я вот окрестил, сейчас меня трое-кратно погружили, и я все христианин. Ты душевно должен подготовить христианин. Ты должен помнить, что не как ты живешь, а зачем ты живешь. Зачем ты в этот мир пришел? Чтобы твоя жизнь была маленькой проповедью для кого-то. Каждый для кого-то учитель, его ученики. Это как с крещением, ничего нельзя уже по большому счету поменять. Всю церковь не перестроишь никогда. В каком возрасте крестили тебя? Ну, в грудном еще. Грудничок был. То есть, ты не помнишь, а люди, которые крестили там крестные, они живы? Вот была последняя крестная, то есть, вот, крестная одна из последних, кто мог знать, умерла вот она несколько месяцев назад, а вопрос у меня об этом возник, уже еще она жива была, я у нее спрашивал, вот, но она не помнит ничего, как было дело, не знает вообще. Она и не церковный человек, как обычно назначали там крестную, и поэтому она не знала. Между прочим, я со многими людьми разговариваю на эту тему, я спрашиваю, вы помните, или остались люди, которые, ну, присутствовали при таинстве, при этом, и у всех однозначного ответа нет, вот, а еще в свое время святитель Лука Война Есенецкий, да и 84-е апостольское правило 6-го Вселенского собора говорит, что если нет свидетелей у человека, и, как говорится, человек не уверен, то он обязательно должен креститься. Святитель Лука Война Есенецкий настаивал буквально на том, чтобы перекрещивать, можно так сказать, потому что в те времена людей просто десятками крестили таким методом окропления венечком. Вот с этим сложно вообще разобраться человеку, когда вот первый раз возник вопрос о том, что вот есть правила по крещению, и сразу же я, допустим, подумал о себе, а как я крещен? Вот, когда выяснилось, что там я неизвестно, как крещен, здесь вот возник вопрос, что человек отвечать будет за совесть свою, перед Богом. То есть, по сути, суть через совесть творится. И пока человек не знает, то Бог его судит по его совести, как человек устремлен, куда? Он направлен к познанию, он ищет ответы. Вот, а если человек, допустим, не хочет лениться, ходит иногда в церковь, но никаких усилий серьезных не принимает на пути веры, то этот человек уже даже за то, что он неправильно как-то был крещен, например, и сам еще не ищет, он уже виноват перед Богом в этом. И вот, уже как только я разобрался с этим вопросом, я понял, что должен быть человек по канонам крещен. Канон – это вещь, основополагающая в нашей церкви. Значит, все, я должен принять решение и креститься. Вот, уже если я, после того, как я узнал, что так неправильно я был крещен, например, то я уже должен был креститься. Но у меня опять было оправдание такое, как бы, для рассуждения моего, ну а вдруг ты крещен по правилам, с полным погружением. Вот, ну для себя я так решил, что, так как я не знаю, тем более у нас есть вот это правило, о котором-то упомянул восемьдесят четвертого шестого собора. Вот, то для меня лучше это сделать, это таинство его совершить, с тем, чтобы быть спокойным в этом отношении. Вот, и нисколько не сомневаясь приступить к этому крещению. Вот такими рассуждениями, такой логикой суждений я пришел к решению откреститься. То есть, Господь, уходя, сказал, что я оставлю вам, пришлю вам Духа, который наставит, научит вас во всех делах. И люди, которые знают Бога, они имеют Духа Святого, который наставляет их и научает через их совесть. И если, у меня вот, у меня тоже такое появилось десять лет назад, такое ощущение, я не понимал, еще десять лет назад, я не понимал, откуда это ощущение. Вот, когда я, для меня Христос открылся в своей полноте, вот, у меня сразу, у меня сразу возник вопрос такой, понимаешь, а у меня не было общения ни со священниками, ни с людьми просвещенными. Я сразу к матушке, я говорю, меня крестили, как? Она говорит, да я не знаю, как я-то не присутствовала там, вот, а крестные мои, крестные-то уже нету в живых, а крестные, он такой больной человек там, он уже и не помнит ничего, видишь, и спросить не у кого. И у меня душа метаться стала, она в таких, знаешь, ну, терзаниях просто находится по сей день, что я не крещеный, я не крещеный, я говорю своему духовнику, там, другим священникам, я не крещеный. Они мне, да откуда, с чего ты взял? Говорят тебе, он, если и говорит, мама тебе говорит, там, допустим, что крещеный, то и верь ей, что крещеный. Ну, как я могу? Вот здесь как раз и срабатывает вот это апостольское правило, что тогда немало не сомневаться и идти креститься, если моя совесть, моя совесть мне сама подсказывает, и я не могу, я не могу противиться совести своей, так как правильно сказано, что совесть это тот источник, через который мы слышим голос Божий. С 13-го года требник священнослужителя, и там еще в нем написано, что как начинают по местам работать вот эти практики обливательно, следуя католическим примерам, начали мочить людей, обмачивать. Вот, и видишь, как лукавство-то оно работает, и каким образом, оно уж постепенно всегда ступень за ступенью входит, и пустя 100 лет уже оно настолько вошло в умы людей, что уже это истерлось даже, что какое-то погружение, об этом и слыхом не слыхивал никто, вот и знать не знают. А раньше-то 105 лет назад, еще, к примеру, да и даже 100 лет назад, крестили людей полным троекратным погружением. Как вот ты думаешь, почему священники протестуют против, ну, не будем говорить перекрещивания, а вот людей, которые были оперуплены или обмощены, погружать не хотят их? Почему они не хотят погружать? Я не знаю, мне, когда я об этом думаю, мне как-то страшно становится от той мысли, которая приходит в этом случае, потому что мне кажется, что нет понимания, вот почему надо именно крестить по канонам. Оно, в первую очередь, вызвано тем, что есть неуважение вот к жизни по какому-то правилу. Греховность человека, она всегда выводит на своеволие. Вот, и начинают люди, чтобы вот этому своеволию угодить, попирать церковные правила и всегда подводят основу какую-то убедительную, хорошую. Вот, особенно там, к свободе вы призваны, братья, такой хороший, так сказать, такие слова хорошие, апостольские есть. Вот, они переворачиваются к свободе, именно вот в самоугождение, а не в свободе, которая в рамках человека держит церковных правил. И вот постепенно вот такая масса людей, она в церкви, мне кажется, уже все заполонила. И для меня вот это было, самым неприятным открытием в последние годы, что в церкви оказывается, священники, они в основной массе своей не почитают каноны. Они не хотят им следовать. И когда я думаю, почему у меня страшно становится, они думают, Богу верят или нет. Потому что, если она у нас святая, соборная, апостольская церковь, то как мы правила апостолов, почему мы их отменили, заменили какими-то своими рассуждениями, на то, что там Бог-любовь, что Бог, Он все там делает, и тут не надо никаких особых соблюдать правил. и я стал думать вот как раз именно о том, что почему, и когда, ладно, допустим, они не знают этого. Я сначала думал, что просто человек не знает, если с ним поговорить, священник, или даже любой человек, прихожанин, то человек, во-первых, либо сразу поймет, либо как минимум, его это должно заинтересовать, и он начнет копаться, искать. А получается, что основная масса отвергает сразу все, что непривычно их сознанию. Вторая часть людей, она немножко копается, ищет, но, как правило, выбирает опять то, что ближе уже устоявшимся понятиям о церковных правилах и установках, которые в церкви есть. Вот. И, ну, так было, ладно, я потом начал думать, когда разговаривал с людьми, думаю, когда и аргументы приводишь, и каноны, и высказывания святых отцов по этому поводу, я вижу, что все равно человек хочет оставить все как есть, не менять ничего. И я вот думаю, почему так происходит? Вот ты сейчас сказал про Духа Святого, я поэтому думаю так, что, почему, думаю, вот, одному Господь открывает, вот, понимание того, что как вот нужно делать, а другому не открывает. Ну, здесь можно предположить, ну, кто сказал, что тебе открыто, а им закрыто? Ну, не знаю, я так считаю, я же живу, как я считаю, поэтому, кто не согласен, он пусть при своем мнении остается. Но у меня возникла мысль, что, почему одним открывается, другим нет? Почему мне что-то не открывалось, а что-то открывается? я вот думал так, что по мере того, как я лукаво жил, вот, по моему лукавству или по моей той чистоте, которая была относительной, да, вот мне Бог в свое время столько и давал. И потом я вижу, чем я открытие и честнее начинаю жить, и ориентиром, и аргументом главным в своей жизни перед тобой ставлю Бога, и на него ориентируюсь, я вижу, что ко мне понимание приходит легче. Оно как-то, я не знаю, когда, вот, я слышу какие-то вещи, мне быстро все понятно становится. По-другому, не так, как раньше. Поэтому я все-таки дерзну думать, что Дух Святой, он где-то рядом со мной открывает мне. Я сейчас все больше для меня понятно, почему Царство Божие, оно в него ведет узкий путь и тесные врата в него. Я как-то думал, что, ну да, тогда раньше, что мало людей в Царство Божие попадает. Ну, как-то, понимаешь, мало. Ну, мало, но, в общем, все-таки достаточно много. Вот. А только сейчас для меня доходят вот эти слова о тесных вратах, что туда вообще протиснуться надо. Там, может быть, поскольку человек в год заходит или не заходит, поэтому надо быть, я думаю, искренним и в отношениях с Богом. Вот. А как только ты искренен, то Господь там все разумение он как бы подает нам. Для человека, пока он в этой грешной плоти живет, плоти, то никуда, мы все ограничены. Тело, оно нам дает свои пределы. И каноны, наверное, даны человеку для того, чтобы человек всегда знал границы. Мне понравилось, вот я читал, сейчас вот дочитываю книгу вот этим Игнатия Тиховича «Открытым оком». Как помню, там она, книга, этот том «Так или нет» называется. Там про воспитание детей вот шла речь. Мне мысль какая, вот я на нее обратил внимание и подумал, что на самом деле как это правильно. Он там говорит о том, что ребенок неадекватно себя ведет, как правило, не понимая, где ему граница дозволенного. Любой человек и вот в данном случае о ребенке шла речь. Если ему отец или мать четко определяет границы возможного, вот здесь до этого ты можешь ходить, дальше не ходи, то есть ставят какие-то понятные для него пределы возможного, ребенок начинает себя спокойнее вести в этом случае. Он понимает, здесь он спокойно действует, а туда ему нельзя. А когда он знает, что его ругают, но не знает границы, за что его ругать, с какого начинают место, он всегда нервный этот ребенок, беспокойный и соответственно нарушает часто порядок установленной родителями. Вот так и каноны, они нужны именно для того, чтобы человек спокойно жил. Пока вот сам человек не захочет чистой жизни, вот никто к нему не достучится никогда. Никто. Какими там только самыми легкими словами, какими убедительными людьми это не будет произнесено. Если человек не захочет чистоты сам, ничего он не поймет. Ничего. Люди же тоже пытаются понять мотив, почему, например, я хочу креститься. И все вспоминают этот догмат о единокрещении и оставлении грехов. Интересно, святые отцы как составляют этот догмат, они же наряду с прочим они говорят верую воедино крещение. В принципе, достаточно же было бы сказать верую воедино крещение. Это для тех, кто как раз боится, что вдруг он второй раз покрестится. Но тут ничего лишнего это нет, а святые отцы еще добавили в оставление грехов. Специально акцент поставили такой, чтобы именно, что не само ведь страшно, сколько там на тебя воды тогда попадет лишний раз, если ты погрузишься, то вот это самое страшное, наверное, они думают, кто-то считает, что для Бога. Да нет, как раз вот здесь мне кажется, когда я думал об этом, вот этот акцент он показывает, что люди должны вот на это, на вторую часть обрастить особое внимание, что крещение, оно именно опасно для тех, кто думает, что он, может быть, второй раз получит прощение грехов. Вот раз окунут, и я... Именно так, да. Вот, поэтому не страшно, что вас окунут, страшно, чтобы у вас не было мотива такого. Те, кто перекрещивается, не хотели бы, а вдруг еще раз мне все грехи простятся. Вот это действительно страх и прещение, которое дают правила церковные, они как раз вот к этому мотиву относятся, к тем людям, которые хотят как-то корыстно получить вот что-то от этого крещения. Разговариваю часто со священниками, если с новыми с кеми знакомлюсь, я первым делом спрашиваю о приходе, какой приход, и, ну, если близко так знакомлюсь, я вот спрашиваю, а сколько человек бы могли назвать таких просвещенных, ну, более-менее посвященных в православии, которые могут отвечать на вопрос, которые, можно сказать, по-мирски в теме находятся. Вот, и по статистике, как правило, на 100 человек один получает, ну, максимум трое человек получается, то есть, если приход 300 человек, 5 человек максимум там бывает, понимаешь, как, и вот мы подняли, подняли такой вопрос по поводу вот этого проекта 200 храмов, вот смотри, если берем по большому учету, вот приход 200-300 человек, пусть 5 человек на приход адекватных людей просвещенных, вот, получается в Москве около 300 храмов, получается около полутора тысяч человек людей просвещенных, понимаешь, этих людей можно всех разместить в двух-трех соборах, куда вы еще 200 храмов строите, 500 храмов это для чего, для кого вы это строите, когда спроси у любого священника, и он тебе однозначно ответит, что 90% в его храме люди абсолютно, можно сказать, неверующие, а имеющие как относительный подход к православию, и православие они расценивают как какой-то магизм, это же не скрывает, это посмотреть Дмитрий Смирнов во все услышания об этом говорит, что у вас тут стоит толпа, а среди вас один-двое, тут трое максимум верующих, да, да, вот, как ты думаешь, для чего они вот это устраивают все? только для сбора денег большего количества, это как вот сетевой метод, вот, допустим, хочешь ты завладеть рынком, надо в каждое место поставить свою точку, я предприниматель, я поэтому знаю, что надо так действовать, то есть поставить на ходовых местах точки, допустим, по продаже чего-то, и потом, если ты ставишь на ходовых местах точки, чего бы ты не продавал, у тебя все будет продаваться на этом месте, вот, и как раз вот этот сетевой метод, он и к этому тоже относится, чем больше точек, тем больше возможностей, что самый ленивый он туда ногой наступит, а если так, то что-то принесет, потому что если бы хотели настоящие веры в священное начале, то они бы именно устраивали жизнь церковную по канонам, по нашим, тогда бы даже еще больше людей появлялось, но не те, которые в массе идут, а именно вот верных людей, которые по-настоящему за Христом готовы идти. Дело в том, что если последовать такому методу, секты начнут распадаться, люди из сект пойдут в православные храмы. Да. А сейчас мы как эти, ну, как магазин, он есть магазин, вот службы идут, люди со свечами ходят туда-сюда, сами перемещаются, прихожане без всякой нужды по храму во время службы, но это же никакого благоговения нет. Поэтому, ну как, здесь мы сами выказываем неуважение к Богу, к месту, к тому, где мы находимся, Богу молимся, а через неуважение к месту мы проявляем свое неуважение к тому, кому мы молимся в этом месте. То есть, а если священник начнет обличать их и, как говорится, научать, они поразбегутся все, да и не придут на следующий раз, ну да, да, так и будет. Но здесь же вот все так и устроилось, почему десятина ушла? Потому что, чтобы десятина ее было достаточно для существования церкви, то должны быть добросовестные священники, которые сами хотят жить по правилам церковным и веру должны знать, тогда они смогут, то есть, сам должен быть горящий человек, тогда он только остальных зажигать будет. А так как это сложно, то, естественно, вот есть таким же черед грех опять в церковь вошло вот это торговля, она зашла, потому что, когда торговля, то уже таланта твоего, как проповедника, как чистого жизни уже не надо. Вам самое главное, чтобы ты умел в нужное место поставить ящик для сбора из денег, мощи привез, чтобы был приход людей, кто-то пришел поклоняться этим мощам. Ну и все такое, что связано в общем-то с тем, чтобы народ лишь бы пришел, неважно, каким настроем он сам этот человек, нацелен ли он на жертву Богу, или ему только от Бога пожертвования нужно получить какие-то. человек. Знаешь, я сегодня наткнулся на одном форуме, и он, я просто, меня ошеломил, человек, человек, можно сказать, неверующий, но человек умный, видно. То есть, он просмотрел там ролики с митрополитом Иларионом Алфеевым, вот, и он задает такие вопросы, а в православной церкви есть священники, которые не лицемерят. А поэтому вот и мы сетуем на то, что, мол, какие-то верующие не такие. Ну, а как, если мы заявляем, что мы за Христом идем, идеалы христианские мы провозглашаем, а те, кто на нас со стороны смотрят и видят, что полное несоответствие того, о чем мы заявляем, и тем, что себя представляем, ну, естественно, скажут, ну, жулики, и поэтому как-то вот такая, я вот несколько лет назад еще, когда видел, что происходит вот вокруг меня, когда то, что касается правил, люди начинают обвинять меня в фарисестве, вот, я никак не мог понять, думаю, что же такое, гладилосвященники сами проповедуют все время сам вон, что вот фарисеевы, фарисеевы, смотрите в сердце, ну, понятно, в сердце надо смотреть, надо сначала людей научить элементарному внешнему порядку, а потом никто не отменяет, или параллельно это можно делать, но никак нельзя вот так пренебрежительно относиться к внешней стороне церковной жизни, и вот сейчас так интересно, вот если ты значит, приводишь цитату из священописания, то ты как сектант, а если ты хочешь жить, чтобы правила церковные соблюдать с канонами, то ты фарисей, получается, в нашей церкви кому же место-то сейчас, оказывается, каноны, на которых церковь стоит, священописание, оно, где их начинаешь применять, оно все время получается так, что оно как будто ты не православный человек, либо фарисей, ну, либо сектант. Я не знаю, брат, я, наверное, правда счастливый человек, я же не хожу никуда, они сами ходят ко мне в плечи, я не вижу, я не вижу всего этого бардака, ты знаешь, я счастлив, я не знаю, как бы я вот там находился, но вот при моей импульсивности такой, а здоровый, это я был еще более такой, как говорится, вот, я, я не знаю, ну, подожди, ну, как же, ну, как же, у меня в голове не умещается, но Христос же сказал, исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о мне, и через них вы хотите иметь жизнь вечную, мы хотим унаследовать вечную жизнь со Христом, для этого нам нужно исследовать Писание, то есть, Ветхие, Новые, Заветные. Это опровергнуть нельзя, но обмануть можно, дьявол обманывает, вот здесь еще мы забыли с тобой вот на пути к крещению и вот к верности Христу стоит этап рождения свыше, вот этот момент, Сергей, вопрос-то в том, что людям, почему это не открывается, потому что они оставляют место для отступления слишком много себе вот на пути к Богу, вот написано слове так, а я вот лучше на духовника положусь, ну, нигде же этого не написано, и человек, разве он этого не знает, знает, ну, как-то он сам себя обманывает, не он, дьявол подкидывает такие мыслишки, и вот это все-таки вот причина еще в том, что где оно рождение свыше в людях, вот оно, если оно есть, тогда уже дальше человек, ему что-то будет открываться дальше, а если, как ты говоришь, вот одни ритуалы там нужны, какой-то магизм, вот там тогда дьяволу места очень много оставляется для того, чтобы получать от него советы и действовать по его советам, и не слышать то, что тебе говорит что-то другое, кто не так к этому относится. Да, ты знаешь, там неожиданно так получилось, это вообще все было действительно они крестили и отнеслись ко мне как к брату. И я приехал в Дахиар, это на Афонский монастырь, где икона скоропослушница, написано. игумен Григорий, довольно известный. Вот, они поговорили со мной, но я им уже предварительно отправлял письмо, да, где объяснил всю свою ситуацию, что был окроплен много лет назад, ты мне позвонили из нескольких монастырей на Афоне, ну вот на Афоне сказали конкретно, когда приезжать после Пасхи, где-то ждал, в конце января я написал, и после Пасхи крестился, то есть я приехал, они еще раз с нами поговорили, игумен Григорий поговорил, сказал, что окропление они это не принимают, сказал, да, в субботу будем себя крестить. То есть он долго особо там и не выяснял, узнал, как, что, то есть они, они однозначно ответили, что они поддерживают, за вопросом, да, за опрещение. Он сказал, мы не признаем окропление, да, то есть, мы не признаем окропление. В ответ был такой, мы не признаем окропление, в субботу будем себя крестить. Ну вот, потом было оглашение в храме, там было наверху в монастыре, потом шли с пением псалмов к морю, ну, отец Григорий, ну, тяжело ему ходить, то есть все это в процессе довольно так долго, мы шли, все время пели и пришли к морю, там, ну, все таинство совершал уже другой священник, отец Григорий, игумен, ну, все время как бы, вот он пел псалмы, вот и к тени все читал. То есть, происходит, происходит такая радость, как на небесах опокаявшимся грешники, да? Необыкновенно все было, просто необыкновенно, это такое воодушевление, и далее, далее они еще, идет парень со мной там рядом, такой, мирянин тоже, я так сперва подумал, наверное, он тоже будет креститься, ну, как-то я так, мне такая мысль говорит, и я уже, когда пришли уже на причал к морю, говорю, ты тоже будешь креститься, он говорит, нет, нет, я говорю, я буду крестить тебя, это оказалось, мой крестный, то есть, они мне и крестного еще там нашли, да, ну, грека, да, который там помогал мне там все перевести, такой, Димитриус, господи, помилуй его, и вот он так все меня там упекал, как вот у них крестный отец, это на нос, на нос, по-гречески, но он как княня, вот точно, один в один был, ну, и вот, и маслом меня справа помазали, потом было погружение, треекратное, в море, и потом, потом помазали меня миром, все, потом одели в новую эту одежду, сверху надели белую рубаху, крещальную, и сказали, все, вот весь день сегодня так ходи, и отправили меня в церковь, там как раз у них храм 40-40 мучеников, ну, как тоже среди 40-40 мучеников, севастийских, ну, вот я пошел в этом, там была трапеза, на трапезе, Игумен Григорий говорил много слов, но все это было, то есть, он так сказал, что не они мне радость принесли, что вот они это сделали для меня, и покрестили, он говорит, спасибо тебе, ты нам радость принес, то есть, это, вот это все отношения, их любовь, про деньги вообще речи, ни намеку, ничего не было, да, то есть, вообще об этом речи не шла, то есть, вот эта братская любовь, их это отношение, и он говорит еще, и ты нам радость принес, все это было необыкновенно то есть ну по настоящему самое важное что я почувствовал и внутри себя я внутри почувствовал себя изменения ну об этом а вот скажи вот допустим ну по поводу того крещения которое у нас сейчас происходит да повсеместно ну можно сказать православной церкви вот у них какое вообще как что они говорят об обливательном окропительном крещении они что-то какие-то у них есть свои можно сказать высказывание ли что мнение какие-то у греков они категорически не принимают любого крещения кроме троекратного погружения но в исключительных случаях там случае смертельной опасности может быть обливание лекарствения но они следуют этим константинопольскому собору 1756 года на котором три патриарха это патриарх константинопольский иерусалимский мне кажется александрийский то есть твердо придерживаются канонических правил да там без вопросов за вопрос ну там никодин святогорец на эту тему же он очень многое работал да и там есть богословское обоснование и каноническое обоснование троекратного погружения у григория низкого вот у него в его большом огласительном слове есть какой смысл троекратного погружения прям так и называется какой смысл троекратного погружения на глава у него и там во первых он говорит что погружение это таинство вот так у нас священника спрашиваешь крещение это таинство или обряд но там все без запинки отвечают крещение это таинство а погружение это таинствовали обряд вот внутри крещений погружения тесты лего обряд и тут уже начинаются такие уже ну как как-то сказать что это обряд вроде бы так сразу и не скажет но и таинство тоже не могут сказать потому что дан на признать что надо всех погружать а у григоря низкого он объясняет что погружение само это вот часть крещения это это таинство да и ну с погребения со христом и воскресение с ним когда но это его посла павла вот все у них это вот все вниз я даже не знаю как это популяризировать или там как-то современные бачки об этом не пишут это сам григорий низкий юан златооста не все кажется какие-то святые отцы то ну что там почти 2000 лет назад было до окажется а у них все все это описано полностью там все понятно что только и так нам надо поступать если мы если мы хотим идти путем христа мы должны быть он дал нам образ и мы должны исследовать этим путем во всем и григорий низкий об этом тоже пишет но и ты знаешь там еще так складывалось вот на фоне и там я встретил там у такого одного швед православный православный свет очень такой хороший христианин хороший человек и он такой мы с ним разговорились я ему вот рассказал в краса свою историю он говорит такой говорит я понял почему я здесь еще остался на один день я говорит здесь остался чтобы поддержать тебя потому что у меня говорит было то же самое как ветеранин он он же там как-то мне крестит он говорит у него был этот выбор креститься ему погружением или не креститься и он тогда сделал этот выбор и говорит я в себе почувствовал это изменение горит я понял почему сейчас сейчас здесь и чтобы поддержать себя в твоем решении ну и да у меня до последнего момента вот это было ощущение там как же все ошибаются может не понимаю но сейчас все это прошло как бы да то есть само крещение как бы да ну как-то ну внутри что-то открылась по-другому стал взгляд на вещи но лукавый трепет до конца до до конца да то есть вот еще там день перед крещением вот он непрестанно посылал на эти помыслы там ты подумай еще но не можешь все ошибаться там да там вся русская православная церковь у меня вроде бы ну куда думать ну собора отцы все все сказали ну так вот подумаешь и логически рассудишь и по сердцу все понятно даже на нужно 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 креститься погружением и пройти через это таинство как ты сказал вход в церковь дверь в церкви а он и сыпет и сыпет до свои стрелы там да и из какие-то свои сомнения господь все внутри выжигает все что там были дьявольские какие-то его как бы дворцы в которой мы себе внутри создали в сердце но все это выжигает и и после крещения вот как греки они подходили это вообще удивительно то есть они брали мою руку я просто не не понимал что целовали руку то сидим молитв как у святого человек ну ты после крещения ты без греха и просили очень молиться ну и и дерзновенно и молился в этот день больше там старался ничем и не заниматься всех близких вас всех и то есть не стоит мне кажется вот как бы что крещение ну что ничего не изменится в моей жизни изменится